Приветствую, друзья! Вы что думаете, что я только рисованием занимаюсь и учу людей снимать нервномышленные зажатости, чтобы они почувствовали себя уверенными? Нет? Поветкины мне подарили, боксёры. Чемпионы мира, чемпионы России. Давно подарили, потому что мы все дружим и нормальные люди должны соединяться. Вот сейчас я всех пытаюсь уведомить в том, что доверяться полностью лекарствам не стоит. Поэтому появились нутрициологи, БАДы, поэтому появилось вот на этой основе коммерческой. Внедряют нам всё это, все эти вещества, пугают нас, что меняется там климат и так далее. Это на самом деле меняется, никто не спорит. Но, пользуясь этим, нам внедряют вещества. А у нас в организме всё есть. Да, я не буду сейчас доказывать, что хорошо, что плохо. Вы просто сами подумайте, потому что наша школа «Человек будущего» футуроз как раз таки, это школа новых принципов. Это принципы новые. Это наряду с массовой школой, где учат на основе повторения, повторения мать-учения, пока не выработаются навыки. Пока мозг не будет тратить меньше энергии на то, чтобы выполнили то же самое действие. То же самое лежит в основе не только обучения, но и тренировки, и восстановления. Так я сейчас рассказываю о том, как включать внутренние ресурсы. Я рассказываю о комнате психологической разгрузки, что на пять минут в день надо совершать самую современную нейротехнологию медитации, чтобы прийти к нерванию, чтобы восстановиться. А там набрав силы, чтобы переходить в поток и решать свои проблемы, которые раньше не решались. Всё в организме есть. Друзья, лекарства будут меняться каждый год. Естественно. В этом есть заинтересованность многих структур, потому что вы всё время были в зависимости и покупали, 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 надеясь на улучшения. Но если вы научитесь, ведь есть же понятие здоровый образ жизни, профилактический. Легче же сделать профилактику, чем потом годами висеть на этой проблеме, как на крючке, и платить, и платить своё время, своё личное время, ради которого происходят по Марсу все революции, чтобы человек, наконец, освоил личное время, чтобы он мог додумать. Да, спорьте со мной, не спорьте, как хотите, вам даётся шанс. А всё зависит от того, насколько вы мудры, насколько вы можете понять, о чём идёт речь. Что природа организма генетически имеет свои возможности, если вы занимаетесь любимыми делами, если вы не можете заниматься любимыми делами, например, дерево сажать, или цветы выращивать, или ещё что-то делать, или петь и танцевать, допустим, нету возможности. Закрыли дверь, и там эту деятельность имитируйте. Это и есть по существу включение ресурсных возможностей, восстановление сил. Да, мы с Аленом, моим сыном, психологом, делали такую встречу, посмотрите на неё, буквально там день назад, посмотрите, о чём мы там говорили. Да, и о картинах, и о комнате психоразгрузки. В общем, там столько интересного говорили. Кто не видел, посмотрите. Друзья, и пользуйтесь моментом, пользуйтесь шансом, делитесь. Потому что там угрожают нам в интернете, что скоро YouTube, например, закроется. И вы не получите то, что могли бы получить. Поэтому подписывайтесь на канал YouTube, пока есть возможность. Я не знаю, выключать YouTube, не выключать YouTube. Посмотрим, это же не от нас зависит. Но я хочу вам дать шанс. Я хочу вам дать то, что вы можете использовать, не имея времени, не имея спортплощадки, не имея зимнего стадиона, не имея ничего, когда вы один на один с проблемой. Когда вас трясёт от страха, например, внеопределенности, закройте комнату, чтобы никто вас не видел, не слышал. Побудьте ребёнком, имитируйте деятельность. Например, вы любили дерево сажать, а сейчас вы не в саду находитесь. Так делайте действия, которые связаны с этим образом. И когда вы делаете, вот имитируете эту модель, делайте, когда вы моделируете эту деятельность, что вы сажаете, например, дерево, потом сядьте, отпустите мысли на самотёк, и вы придёте к состоянию, когда мысли текут, как облака, ничего внутри не задевая, такое состояние прекрасное. Вот там и включается восстановительный процесс, в этом мозговом санатории. У вас дома, никуда не выходя, не тратя никакого времени. И там включаются и нужные гормоны, и там включаются и нужные эндорфиноподобные вещества, и потом у вас возникает кайфное состояние, у вас возникает ощущение лёгкости, парения, свободы. Лечиться и восстанавливаться, и творить. Может, только имея внутреннюю свободу. Да, мне мой друг Джагарханян на Царство Ему Небесное говорил, без состояния внутренней свободы невозможно заниматься творчеством. Да, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok